Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Что делать, пишите вы, если понимаешь, что зависим от гороскопов и живёшь только по ним, хотя в то же время понимаешь, что так нельзя. Как избавиться от этого? Ну, смотрите, во-первых, здесь есть противоречия. С одной стороны, вы живёте по гороскопам и, наверное, в какой-то степени вы хотите этого. С другой стороны, вы понимаете, что так нельзя и, соответственно, постоянно или периодически обвиняете себя за это, за то, что вы живёте, собственно, по гороскопу. Ничего хорошего в том, что вы, по факту, оспариваете свой же собственный выбор. Ну, на мой взгляд, нет и быть не может, в принципе. Потому что, извините, если вы делаете свой выбор, извините, если вы делаете выбор, например, по гороскопам, то, ну, наверное, это ваш выбор и, как минимум, его нужно уважать. А здесь получается, что вы оспариваетесь уже свои собственные решения, которые вами принимали. И это, на самом деле, очень тревожный факт для вас, потому что негативно сказывается на практически всём, что вы делаете. Да, то есть, если вы не уважаете свои решения, то, ну, это довольно такой тревожный, тревожный, я бы сказал, знак. Вот. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Гороскопы. Вот. Один из, на мой взгляд, таких вот ключевых моментов заключается в том, что Гороскопы, в общем и целом, ну, предсказывают события, да? Предсказывают то, что будет с человек, например. Соответственно, можно предположить, что вам для чего-то нужно, чтобы, ну, была некоторая предопределенность у вас, да? Чтобы вы, вот, знали, как, например, будут развиваться события. То есть, вам это для чего-то нужно? И, на мой взгляд, крайне важный момент, это понять, собственно, для чего. Вам это нужно. Почему вы нуждаетесь в такой предопределенности? Почему вы нуждаетесь в такой вот, ну, давайте, наверное, скажем прямо, в такой ясности? То есть, вы здесь, получается, на глобальном уровне к жизни предъявляете совершенно нереалистичные требования. Вот. Причиной этого могут быть страх, некая тревога, неуверенность в себе, сверхмотивация достичь какой-то цели, навязчивые мысли, мысли, вот. Ну, и, наконец, последнее, это избегание. Любая зависимость, это определенное избегание. То есть, в гороскопе, грубо говоря, вы сбегаете, сбегаете, ну, вот. От чего вы сбегаете, это, на мой взгляд, очень такая, ну, важная история, важный момент, от чего именно вы сбегаете в гороскопе. Вот. То есть, здесь нужно поисследовать тоже, куда вы сбегаете, от чего вы сбегаете, и какие свои желания, какие свои потребности вы реализуете, вот, в том числе, через этот самый гороскоп, что они вам дают. Ну, как правило, я им сказал, это, вот, определенная такая ясность в том, что с вами произойдет, то есть, некое такое предсказание будущего. То есть, предопределенность. То есть, вы не уверены в себе, да, то есть, как бы, не можете полагаться на себя. Если вы не можете полагаться на себя, ну, значит, это, вот, недоверие себе, какая-то незащищенность, проблема личной границы и прочее. С этим нужно работать, с этим нужно работать, с этим можно бы скорректировать, в этом ничего, прям, такого страшного, ничего, прям, такого, вот, критичного, глобального, нет. Вот. То есть, с этим это все решается, в принципе, в принципе. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Но, понимаете, нужен еще и стимул-стимул. Нужен стимул выйти из этого состояния. То есть, грубо говоря, если у вас нет стимула, если вам не для чего выходить из этого состояния, то с высокой долей вероятности можно предположить, что из этого состояния вы не видите, потому что у вас нет стимула. То есть, нужен мотив. Без мотива это невозможно сделать. Вот. Какой может быть мотив? Ну, это то, что касается ваших интересов, это то, что касается ваших предпочтений, это то, что касается ваших ценностей, ну, вот, всего-всего-всего в этом плане, в этом смысле. Вот. И, соответственно, на это нужно обратить ваше внимание. На это нужно обратить ваше, я бы сказал, самое пристальное внимание. Вот. Можно в какой-то степени, если у вас есть такое желание, можно поработать с мистическими представлениями, которые у вас есть. Потому что, опять же, гороскоп это некая вот вера в мистические вещи, вера в вещи, которые не доказаны, это вещи, которые очень часто, неотвратительно часто используются для того, чтобы манипулировать людьми. И, соответственно, вы это человек, которым будет в данном случае скорее всего манипулировать, потому что вы зависит. Вот. Ну, глобально это недоверие себе. Глобально. Глобально это недоверие себе, соответственно, это то, что даёт человеку определённость. То, что даёт человеку какую-то надежду, да, какое-то ощущение, что всё более-менее понятно. Хотя, на самом деле, это ложь и иллюзия, к сожалению. Ну, с другой стороны, на данный момент, вероятно, вы и не можете поступить по-другому, потому что, если вы чувствуете себя тревожно, то вы не можете поступить иначе. Вы не можете не быть зависит от тех же гороскопов, потому что они вам дают то, что у вас нет. То есть, сначала нужно обозначить чего вам не хватает, дать себе, начать хотя бы давать себе это потихонечку. Ну вот, и уже тогда появится реальная возможность отказаться от гороскопа. Потому что вы видите, что то, в чем вы нуждаетесь, можно получить гораздо быстрее, проще, легче, на более постоянной основе. И с гораздо меньшими заплатами сил, энергии, ресурсов и прочих. Ну, всё это требует определённой работы, зависимости от того, на что у вас сделан акцент. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...